Мы всегда помним, что врачи лечат здоровье, а ветеринары лечат человечество. Спасибо вам большое за вашу работу. Всего самого лучшего. Работа ветеринарных врачей не так заметна, как коллег, лечащих людей. Но от их работы, в том числе и в экстремальных условиях, тоже зависит жизнь и здоровье граждан. А потому учения по отработке действий в случае вспышки особо опасного заболевания проводятся на постоянной основе. У нас очень динамичный положительный тренд. Мы за последние три года снизили количество очагов особо опасных инфекций животных на 75%. Естественно, врачи в такой парадигме немножко расслабляются. А учения помогают им вспомнить, отточить маленькие детали, моменты, чтобы при столкновении с заболеванием чувствовать себя уверенно. По легенде учений в Ленинскую ветеринарную станцию поступил звонок о том, что в одном из хозяйств падеж телят. Ветеринарные специалисты выехали на место, провели осмотр скота, взяли пробы биологического материала. После анализов выяснилось, что речь идет о ящуре крупного рогатого скота. Регистрируются такие заболевания практически на всей территории Российской Федерации, как гриб птиц африканская, чума свиней. У нас тут нет никакой оригинальной специфики. Они ликвидируются по такому же пути, такому же способу. В условный очаг заболевания направили колонну специальной техники для дезинфекции. В результате предпринятых мер условная вспышка ящура была успешно ликвидирована. Я очень доволен. Мне очень понравилось как обычному человеку, который, скажу честно, не особо погружен в это направление. Но вместе с тем даже руководитель департамента Министерства сельского хозяйства. Те замечания, которые она сказала, они носились формальный характер. Но на самом деле, по сути, все руководители остались довольными. Это высокая оценка того труда, который здесь был произведен. Действительно, собравшиеся отметили высокий профессиональный уровень всех участников учений. Ведь здесь были отработаны способы взаимодействия ветеринарных служб, муниципальных властей, сотрудников МЧС и силовых ведомств. Мы делаем свою работу тихо, незаметно. Но благодаря этому наши люди едят безопасную продукцию. Наши животные не болеют. Наши маленькие друзья-компаньоны не болеют. И наша задача, чтобы наша служба процветала. А наши жители, в том числе Московской области, чувствовали себя спокойно и безопасно. Это было уже шестое учение с начала года, которое на территории региона проводило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова